На могилы своих покойных родных Карина Вартанова приходит часто. Старается всегда поддерживать порядок. Даже самые мелкие ветки и листочки бережно собирает, выбрасывает в контейнер. Чего не скажешь о соседних могилах. Многие из них уже просто погребены под кучей мусора. Куча в очередной раз увеличивается, увеличивается. Это длится уже лет 5-6. И просто удивляет, почему люди сами не задумываются о том, что рано или поздно кто-то будет закидывать таким же мусором и могилы их близких, родных. Почему-то все живут в одном дне. Таких стихийных свалок на центральном кладбище насчитались десяток. И разбирать их сегодня придется волонтерам и сотрудникам городской администрации. Из-под кучи слежавшегося мусора достают табличку с призывом «Не мусорить». К словам, очевидно, не прислушались. Это что, не объявление? Просьба. Мусор выносить в дороге. На 50 гектарах земли центрального кладбища около 90 тысяч захоронений. Примерно одна треть – это старые могилы, за которыми уже никто не ухаживает. Именно эти объекты, как правило, и становятся местом для сброса листвы и веток. Как здесь, из-под кучи мусора показывается крест – детская могила 70-х годов. Тех, кто устроил здесь свалку, не остановил даже этот факт. Какие уж там таблички и предупреждения. Видимо, рассчитывали на то, что кто-то придет и наведет порядок. Однако такие обязательства лежат на плечах близких и родных. Вынос мусора из секторов – это задача граждан, которые убирают мусор, которые убирают могилы своих родственников. Это их прямая обязанность. И на основании положения похоронного дела обязанность лиц ответственности за захоронение – наводить порядок могил и вокруг захоронения. Эту кучу, как и десятки других, сегодня уберут. Организаторы надеются, что порядок среди захоронений теперь наступит надолго. Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова